приветствую друзья сегодня наконец-то как и обещал покажу вам маленько на машины но к сожалению я люблю цены в основном все убрали да а если ты зайдешь ты оттуда уже не выйдешь то я так боюсь с какой неделю выскочит сейчас суббота утром минус 10 смотрите какая красивая луна не сейчас быть на охоте я наконец-то добился чтобы на моем траке поменяли все колеса ну не все только ведущие 8 штук для поэтому у меня есть время два километра авто магазин видите это chevrolet бюрик и gmc я сейчас попробую быстренько я нашел маленько ценную на новую машину пару таких пока меня дилеры не увидели если увидят я от них не отделаюсь это gmc средний класс средний класс на технические данные мам маленечко это протер да тут идет и цена и лизинг да так посмотрим что если лизинг это вместе стоит 2697 цена вот этой штуки 38 1259 это ребята средний класс внедорожника gmc ну это цены божеские 39 ребята это вполне нормально да по нашим сейчас ценам теперь я где-то видел довольно о нашел тоже маленечко протер вот это например gmc yukon это очень известная модель очень кстати хорошая большой такой даже не знаю внедорожник невдорожник но тут он только не по размерам большое все большой на здесь маленько лучше видно лизинг 4060 объем двигателя ютарный бомбы так нет это рассуд бензина объем двигателя даже не вижу здесь блин обычно пишут но тут я не вижу но в любом случае случае написано он между 11 8 литров до 15 8 живет до 14 средняя 14 литров на 100 километров но это полная ерунда литра 27 будет есть в любом случае вот это красавец стоит цена такая красивая 96 тысяч 800 до ну подороже чем у меня дом короче дом продал купил такую машину и живи так это вот такая то где то я еще видел уже на пикапы я не нашел ни одной цены они все в районе 60 100 тысяч ты болен сейчас она рвусь наверное нет пошлось ну вот такие же бюйки тоже внедорожники средний выше класс лесен нету цены те же самые 39 и выше до душные вот такие которые уже набежали 130 тысяч где-то вот так можете рассчитывать на 20 между 20 25 27 тысяч вот такой пикап все стоит около 70 тысяч до шеви шеви чуть подешевле ну то я посмотрю может тут нет пишут номера заходи и спрашивай если зашел я говорю тебя замучают дочь 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 он подороже тоже цен нету если новый он в зависимости от объема двигателя тут 5 7 такой дочь стоит около 80 тысяч он одну бывшую машину с ценой нашел это ford mustang 2020 года видите цена какая 45 тысяч 45 799 вот ford mustang у нас ребята брали ну недолго конечно ездили на таких мы живем в канаде если снегу навалят тебе шансов очень мало вот такие вен это вен шевроле тоже не написано ни год ничего но как мы по интернету посмотрели такую вен тоже можно если она набежала уже больше 100 тысяч можно рассчитывать где-то на 20 опять же 20 25 меньше бэушных цены на бушные меньше чем 20 тысяч тоже не идут вот это беоик беоик блин черт какая-то бумажка висит но опять черт опять только номер вот так вот ребята вот там вы видите дальше это фирма где я раньше работал это продажи обслуживанию ремонту кампинг трейлеров на сыну мне до сих пор здесь ну не как рабочие а как эти шник на вот это печь джинси шеви в зависимости от объема двигателя опять же от километража это по ходу дела бушные шеви колорадо рассчитывая на 30 тысяч 30 35 это вот именно то что мы смотрели маленько лазили по интернету теперь вот этот магазинчик так маленько машина сейчас прибавилось было года два назад вообще штук десять стояла были проблемы с чипами стояла надо по моему стояла надо не доставляли эти чипы блин в основном все автодилеры блин были в полной попе сейчас маленько опять же наладилась она ребята я попробую перейти через ави и там у нас другой магазин у меня время есть сказали часа три две недели говорится я мурыжу своего начальство но это очень мало так как мы живем в канаде две недели это практически ты не успел открыть они тебе уже сделали да но у меня есть скажем так свой принцип так тут тоже цены нету но это тоже бушная ford ford gmc сиера тоже тысяч под 50 тоже тысяч под 50 потому что я вижу это уже тоже бушная да все на конечно вообще дурные когда 10 лет ты мог еще бы уж ну взять где-то с пробегом 130 150 тысяч буквально за 4 5 тысяч долларов то теперь это меньше 20 даже и не думаю моей машине у меня ондай туксон внедорожник среднего класса сейчас набежал уже 170 за 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 до 11 лет если сейчас с рук продам то ну на хороший 1015 можно рассчитывать да в канаде как ты купил машину и пока она у тебя не развалилась не надо никаких техосмотров ничего абсолютно ты один раз я купил ей пока она не развалится и так канадцы и делают если же ты продаешь поездил там пару лет продаешь с рук ну скажем так по интернету туда-сюда ты обязан пройти техосмотр тебе бумажку дают чтобы ты мог ее продать дальше чтобы новый покупатель уже ездил с техосмотром стоило это когда-то полторы тысячи в зависимости конечно на что там найдут туда-сюда теперь именно в данный момент я не знаю но говорят тоже подорожал но можно рассчитывать наверно тысячи с половиной на три и до были у меня много раз случая как-то ехал на работу передо мной я не понял что-то поедет искрит а у пика попроса бампер отвалился держался только на проводках вот подсветки номера до моя ему мигал мигалами все равно искрители во все стороны ну еще такая случая как-то в том году в зиму и холодно было заправлялся заехал старый джип ну судя по зеленым пятнам а когда-то зеленый был ну сейчас ржавый мужик заправился хлоп дверью водительская хлоп 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 наконец-то после десятого раза наверное он все таки закрыл дверь внутри дети все в маечках памперсах они носились там размазывая сопли отъехал метров 5 и слышу блин такой сильный грохот думаю вехать то некуда от колонки он уже отъехал смотрю что дальше будет вылез пошел назад открыл багажник пошел обратно смотрю несет водительскую дверь она отвалилась у него просто засунули вот это и спокойно поехал ну да детишкам будет прохладновато санта в теплом комбинезоне ну это вполне нормально как у нас ребята шутят о смотри какая девушка какие ноги блин то есть уже и дыры блин чуть ли не ноги видно на это у нас в канаде вполне нормально ну да конечно я думаю из-за этого тоже я варим но года ездит действительно пока она не развалится ну и чем старше машина чем естественно на нее дешевле страховка моей машине сейчас до 11 лет в годы плачу 1200 долларов за страховку но ну там чего некоторые нюансы есть я сделал чуть дороже потому что сейчас у нас бывают проблемы с лобовыми стеклами да я уже за один след два раза поменял нет вружи три раза и короче я плачу всего 200 долларов если мне эта страховка есть остальное выплачивает уже страховка ну и конечно очень много разных оленей да еще на дорогах разбивает машины страховка буквально быстро сын уже одну развил полицейский форда сказали что им дешевле выплатить чем сделать потому что набежала уже 170 по моему 180 тысяч ему буквально через три недели выплатили около 7000 у на 7000 ты и разве только колес от такого пикака пикапа купишь ты но все равно ребята больше чем ничего ладно я попробую перейти дорогу и посмотрим что там так пришел я на джип все себя нашел он красный это мини-венда такая это крайслер так стоит 67 815 лизинг 2 120 в месяц тут моя мои любимые виден джипы да это рубикон с кузовом жип рубикон да скажем так цены довольно такие божеские стоит 59 740 это с кузовом на визинг 2 520 и что тут еще нашел это где нашел цену он это тот же самый жип рубикон ну а нет в люк это вранглер тоже машина неплохая цена цена 71 тысячу лизинг 2 392 в месяц он рубикон но примерно цена то же самое ну и тут я еще в вагонер вагонер а вон это гранд вагонер это тоже вот такой мини называется у нас на небольшой типа мини микроавтобус такая такая машинка стоит уже под дороже да всего всего 130 тысяч и 4 147 лизинг ну ребята такие у нас цены я тут еще искал этот джип чуроки как у сына она он видимо в другом конце а там уже какие-то дилеры шляется блин на них нарываться мне не хочется так что в ушные от 20 и выше а новые машины среднего класса они ну вот если как внедорожники они стоят уже от 35 и опять же выше обыкновенные обыкновенные седан я новые чё-то вообще не нашел но у нас тут поселок не такой большой так что если не конечно но опять же новые где-то у меня знакомый коллега недавно дочки искал он сказал самую дешевую что он нашел это было двадцать восемь тысяч тоже довольно таки дорого ну ладно ребята пойду я посмотрю как дела движутся на моем траке и надеюсь надеюсь и очень надеюсь что сегодня вечером я пойду на зайцы наконец-то маленечко погода у наладилась у нас про почти три недели с ветром было за но около 40 и больше 40 . пару раз даже школу не ходила школа не не ходит если даже ощущаемая температура больше 42 до 42 школа есть но сегодня ты говорил уже было минус 10 обещает блин плюсовую вчера уже если обеда было местами плюс 5 до довольно таки сильные перепады 39 42 45 48 с ветром и плюсовая но что ж поделаешь работать надо все равно на охоту тоже охота хоть маленечко на мелок хотя хотя поля они все голые ветром сдувает все но там где кустарники довольно много снега посмотрим вдруг повезет пока мне в этом году как ни странно еще ни одного зайца не взял был 1 5 наверно на охоте зайцы кустах больно не прячутся в полях им воля ну а которые ближе к кустам снег такой жесткий и скрипучие пешком не пройдешь это блин по поясе время на лыжах не скрипит они довольно далеко встают она ребята давайте надеюсь увидимся сегодня вечером всего хорошего